Ну что, ребят, добро пожаловать на 6 этап формул 1 на гран-при Монако. На самый, как по мне, унылый этап, как обычно, но, зная прошлые два сезона, какие были они веселыми, особенно первый, когда меня просто вынес Райкнин на подъеме, и за счет этого поменялся весь исход гонки, в принципе, и тогда мы смогли заработать даже первый подиум для Вильямса на втором месте хоть, но подиум поменяло все. Во втором сезоне не так было, конечно, весело, но все равно я смог развернуть Райкнина в конце круга. Случайно, конечно, вышло, я слишком заузил траекторию, но все равно из-за этого у нас последовала авария. То есть два этапа у нас в Монако были с авариями, причем неплохими. Что ж, посмотрим, что будет в этот раз, плюс на гонку у нас обещали дождь под конец, из-за чего моя стратегия выглядела следующим образом. Я подумал, почему бы просто не проехать почти всю гонку на одном комплекте. Почему, кстати, я ехал во втором сегменте на Ультрасофте и не прошел немножко. Просто решил сделать себе ногу лучше, облегчить гонку и не делать один пидстоп лишний, чтобы не терять на нем время. Ладно, перейдем к стартовой решетке, где на первом месте у нас расположился Даниль Риккард, на втором Льюис Хэмилтон, на третьем Макс Растайпен, четвертый Никакюль Кюмерк, пятый у нас Чарли Клер, шестой Сергей Пэрис, седьмой Лэнс Тролл, восьмой Сергей Сироткин, девятый я и десятый Карл Саенс. В Феррари у нас тут взяли штрафы себе, Феттель взял штрафы, также бота с Тофелем столкнулись в втором сегменте, я, к сожалению, это не заметил, только в конце, когда увидел то, что ни у одного, ни у второго не было времени. Ну и как-то вот такая у нас топ-десятка получилась, также еще Райкинг, да, он не штраф получил, он просто не вышел из первого сегмента. И такое иногда бывает у нас, да. Ну и что ж, стратегия мне разрешали на 1 пистоп, предлагают с ультрасофта на суперсофт. Вообще, если мне обязательно правило формула 1, то что надо пройти этап на двух разных комплектах резины, то эту гонку можно было пройти просто на одном суперсофте, поставив его в начале гонки и просто не думая ни о чем, потому что мне почти удалось это сделать на ультрасофте. Ну и переходим к старту. Ну и собственно старт, небольшой примык у нас до первого поворота, Сироткин проваливает старт, также еще тут же я пытаюсь его пройти в первом повороте, это единственный вариант, где можно хоть кого-то обойти, из-за чего у нас происходит позади контакт между Сироткиным и Пересом, потому что Перес очень так широко пошел поворот из-за Строла, и за счет этого по итогу Сироткин повредился впереди антикрыло и пошел на пидстоп. С Стролом у меня приключилась еще более веселая история, примерно такая же как с Кимми на подъеме в первом сезоне, только в этот раз был не я, а Строл, ну и да, задел я его задним колесом левым, по итогу развернул его, и из-за этого он даже просто сошел, хотя вроде бы вот по повреждению у него кроме Пересома Тикарла никаких не было. Ну и гонка протекала не особо конечно весело, я ехал просто за Леклером, и до пидстопа ехал собственно за ним. После того как Леклер заехал, я выехал на первую позицию, и по итогу стал лидировать, по итогу гонки. Да, Риккарда меня догонял, из-за того, что у него была стратегия в 3 пидстопа даже, как по итогу оказалось, но из-за того, что трасса у нас узкая, обойти Риккарда меня никак не мог. Также через какое-то уже продолжительное время я начал терять уже нормальное сцепление с трассой, и по итогу Сиродокин даже успел вернуться в круг, так как он отставал даже на целый круг. По итогу, наконец-то к 32-му кругу у нас пошел дождик понемногу, и я решил то, что почему бы не заехать заранее, и на 34-м решил поменять уже изношенный ультрасофт. Но по итогу, как обычно, в игре, я не знаю, как это работает, но сцепление у промежутка почти не было с трассой до определенного момента. Собственно, вот, ДРС запрещен, после этого боты едут медленно, у промежутка появляется неожиданно зацеп, и, в принципе, игра переходит в дождевой режим. То есть, в принципе, я этого не понимаю, почему надо для этого делать скрипты целые, чтобы дождевые покрышки работали и слики работали, но так оно есть в нашей игре. По итогу, все заезжают на пидстоп, я также выиграл время по отношению к Риккярда, потому что имел все-таки, изначально сделал пидстоп, и по итогу первое место, да. И также, Вильямс очень сильно провалились на этом этапе, стролк сошел, Сироткин вне очковой зоны, что, в принципе, для меня очень даже хорошо, потому что я приближаюсь по итогу к строллу, и мы имеем следующую статистику, то, что из шести гонок, которые у вас прошли, уже три я выиграл. И, в принципе, я такого даже не ожидал, что мы уже начнем так быстро бороться, но тут, да, Монако, тут сошлись, так сказать, все звезды, и по итогу, по своей такой стратегии рисковой довольно, я выиграл, потому что я изначально в один момент даже думал, что, может быть, уже стоит сделать пидстоп и поменять свой ультрасофт, потому что дождь, ну, он может пойдет, и последние три-четыре круга мы просто будем ехать на сликах, и просто будем терпеть. Но, по итогу, слава богу, то, что дождь пошел, и игра перешла в дождевый режим, так что, да, этап получился за крайне-крайне маленьким, да, это я понимаю, но никакого движа тут нету в Монако, то есть это то, как он должен проходить каждый раз, а не то, как он проходил два последних сезона, когда какой-то был все время экшен, какие-то были аварии. Тут такого нету, к сожалению, да. По турнирных таблиц я догоняю стролл потихоньку, потихоньку в кубке конструкторов туда можно не заглядывать, это бесполезно, потому что там, виденцы, будут лидировать, все-таки они будут набирать хорошие очки по отношению к любым командам, потому что сейчас близкие к ним только вот я на своем Макларене. Все. Так же, да, еще Ван Дорн заезжает в очки свои первые, зарабатывая 6 очков, так что ни один я теперь тащу команду в кубке конструкторов, то не так уж и плохо. Ну и да, возвращаясь к кубке конструкторов, никто не может ничто противопоставить Виннинсу, так же Мерседес сейчас проваливаются, Феррари проваливаются, единственное, Рэдбул, да, Рэдбул что-то более-менее показывают, но на подиумах они тоже пока вот не особо так часто появляются, вот в Монако, или Керда только занял второе место. И по поводу модификаций, я решил то, что почему бы не взять сразу большую модификацию по мощности в ДВС, потому что она приедет в Германии после наших модификаций по снижению лобового сопротивления. И так же еще взял снижение износа ДВС, потому что с ДВС у нас проблема, как я и говорил ранее, у нас первый ДВС износился за 2 этапа буквально, то есть этот уже вот за 4 износился до 50%, и то я решил в Монако просто специально на нем поехать, чтобы, ну, сэкономить одну силовую установку. На этом, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, ребят, пока-пока.